13 нетрезвых водителей уже в первый день акции «Безопасная дорога» остановили карагандинские полицейские. Один из них протаранил пять припаркованных автомобилей. Только с начала года в ДТП погибли 14 человек. Около 200 получили травмы. Этот вальяжно развалившийся в кресле дорогого внедорожника господин сейчас находится в следственном изоляторе, где он проведет два месяца по решению суда. Несколько суток административного ареста получили и те, кто пытался отбить пьяного бизнесмена от полицейских. Напомню, нетрезвый гонщик протаранил сразу пять автомобилей, припаркованных во дворе дома. Такое ДТП произошло в городе впервые, говорят стражи порядка. Молодая женщина, которая в момент аварии находилась в одной из пострадавших машин, до сих пор в крайне тяжелом состоянии. Пациентка находится в состоянии медикаментной заседации, то есть на искусственной вентиляции легкой. Закрыта черепно-мозговая травма, тяжелая спинальная травма с нарушением проводимости спинного мозга. Говорить о стабилизации состояния пока еще рано. Марселес, 278, правило, снимите, остановите машину. Только за один день оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» полицейские пресекли более 600 нарушений. Чаще всего водители пренебрегают ремнем безопасности, превышают скорость и пользуются телефоном за рулем. Увеличены плотность снарядов на дорогах. В нашей области на трассах республиканского значения имеется 18 маршрутов патрулина. Сейчас их число увеличено на 25. На трассах где-то 200 человек вывлекаются в сутки. Еще карганинские водители игнорируют дорожные знаки и выезжают навстречу. А то и вовсе управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Таких в текущем году полицейские задержали полторы тысячи. Общественники призывают ужесточить наказание для любителей пьяной езды. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, как минимум с средней степенью опьянения, должны привлекаться к уголовной ответственности. Очень хороший пример. У нас, допустим, в Белоруссии задержали пьяницу за рулем. Все, машина конфисковывается и реализуется через торги в доход государства. Очень действенные меры. Отмечу, что в этом году автолюбители области нарушили правила дорожного движения более 135 тысяч раз. Только в одной Караганде произошло 184 аварии, где пострадали люди. Сумма штрафов, выписанных нерадивым водителям, превысила 800 миллионов тенге. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Караганда, Хабар, 24.